Дорогие друзья, сегодня для нашего канала он будет посвящён тому, с чем каждый из нас сталкивается каждый день, а именно с ложью и обманом. Как известно, у нас врут и политики, и деловые партнёры, коллеги по работе, близкие люди, родственники, все, кто нас окружает. Мы попросили рассказать о природе лжи, о том, как пытать себя обмануть психолога, клинического психолога, доктора философии в области социологии, Веру Бокареву. Добрый день, Вера. Всем добрый день. Итак, давайте сначала небольшой такой ликбез. Ну, понятно, что все и так знают, что такое ложь, что такое врать. Но вообще, ложь подразделяют на три больших группы, и по одной из групп до сих пор идут как бы некие споры. Ну, первый вид лжи — это так называемая активная ложь, это когда вы явно дезинформируете человека, когда, ну, просто говорите неправду, рисуете какую-то такую неверную картинку. Бывает такая ложь, когда вы условно вкрапление вот этого вранья в какую-то общую картинку вставляете, а бывает, когда просто, скажем так, рассказываете сказку. Другой тип лжи — это так называемая пассивная ложь. Вот по поводу нее как раз идут споры, и в частности люди, которые там связаны со сферой блогерства, там со сферой журналистики, имеют разные точки зрения. Кто-то говорит, что, ну, если, например, ты умолчала о каком-то факте, если ты не стал его затрагивать, ну, почему сразу это ложь? А здесь сразу всплывает другая точка зрения, что, ну, ты же знал, как, например, твоя аудитория отреагирует на полную информацию, или там, как твой человек отреагирует на этот случай, если он узнает реальные факты, например, что ты в отпуск с другом женского пола поехал, но меняется же у нас существенно картинка, да, или то, что ты там какую-то своевременную цифру, да, ты не сказал. То есть это ложь, и ничем она не уступает вот этой активной лжи. Даже, наверное, активная ложь, она безопаснее. То есть у тебя больше вероятности выявить, что да, что-то здесь явно человек, видимо, присочиняет. Уж слишком красочно, даже если интуитивно. А вот когда говори правду, но не всю правду, вот это, в общем-то, такая спорная, но это тоже ложь. Ну и третий вид лжи – это любые подтасовки, любые искажения, ну, в общем-то, да, более мягкая дезинформация. Ну, зачем люди лгут? Мы и так с вами прекрасно понимаем. Самые распространенные мотивы там – это выгода, это страх наказания, страх разоблачения и так далее. Из такого более интересненького, на чем можно заострить внимание, то есть это, в принципе, привычные паттерны поведения с детства. То есть, ну, росла мальчик или девочка, допустим, и была у нее авторитетная сестра, которая всегда врала. Но она как-то так вот это все впитала, и она продолжает так себя вести. Или была у нее мама, которая, она каждый день слышала разговоры по телефону, допустим, которая явно там присочиняла, какой они замечательной семье живут. То есть человек впитал, и человек это уже бессознательно делает. Бывает, что просто врут потому, чтобы казаться лучше, чтобы образ был более приятным. Ну, мы уж не берем с вами там другие ситуации, когда действительно это в целях выгоды предпринимают. И еще один из видов лжи, вот это полезное, скажем так, ложь. Это не совсем ложь, это некий такой обман самого себя, переформатирование реальности для самого себя. То есть фантазирование как защита. Очень много психологических защит есть, защит у нашей психики. И, конечно, все нужно делать аккуратно, нужно делать в соответствии с методикой. Например, абсолютно всем невозможно это рекомендовать. Но, например, когда у человека была травмирующая ситуация в прошлом, он не может ее забыть. Не всем нужно лезть в эту травму и 10 раз прорабатывать, что тебя там изнасиловали, или что тебя там каким-то образом с тобой грубо поступили. А бывает, что человека учат самому себе рассказывать другую историю, постепенно он с этим сживается. Но, конечно, еще раз говорю, все очень индивидуально, но, тем не менее, вот, скажем так, такой метод в некоторых видах терапии тоже есть. Как защита, да, Вера, получается? Да, да, психологическая защита. Да, бывают люди некоторые неосознанно в нее входят. Он сам себе пересочинил историю, сам в нее поверил и счастливо с этим живет. То есть, в принципе, никому не мешает. А бывает, что с помощью психотерапевта, психиатра, психолога, в общем-то, человеку помогают немножко другую картинку. Интересное свойство психики, о котором даже так и не подумаешь. Да. Вот. Что касается того, кто склонный ко лжи. Конечно, условно, там, да, как говорят, что нет атеистов в окопах под огнем. То есть, когда какая-то очень жесткая ситуация, ну, каждый из нас может действовать в своих интересах. Ну, как бы, давайте уж не будем морализировать слишком. Вот. Но все равно есть определенные группы людей, которые склонны, конечно же, ко лжи. То есть, это, вот эта вся замечательная прослойка психопаты, нарциссы, социопаты. То есть, это люди, у которых либо очень незрелая психика, психика больше основанная на инстинктах, которые, а если уж мы так, конечно, сейчас мы очень так с вами среднюю температуру по больнице даем, ну, уж мы не можем, да, так углубляться. Ну, то есть, это люди, которые, в принципе, используют других. Они относятся к людям как к функциям, как к объектам. И то есть, там всегда вранья очень много и в личной жизни, и в работе. Ну, как мы знаем, там, примерно половина людей, которые стоят там во властных структурах, которые руководят компаниями и прочее-прочее, у них там, скорее всего, ты смотришь, да, это нарцисс, это психопат, ну, или явно там психопатическое расстройство какое-то есть. То есть, люди, которые, скажем так, такую вот коммуникацию позволяют себе вести. То есть, здесь, как бы, да, скорее всего, вот это, в первую очередь, предоставлено. Да, на ваш взгляд, вот в нашем обществе, вот маленький такой уточняющий вопрос, количество вот психопатов, извините, я так спрошу, на ваш взгляд, как профессионалы, вы ходите по улицам, ездите в транспорте, общаетесь с людьми, у нас оно растёт или у нас оно остаётся там прежним в сравнении, ну, допустим, там, с пятилетним периодом пять лет назад? Как вы видите это? Вы знаете, очень мнение на этот счёт расходится. Ну, пятилетний период, он слишком короткий. А вот, например, если мы возьмём период 10-20 лет назад, моя оценка, что растёт, количество нарциссов растёт однозначно, потому что нарциссическое расстройство, оно очень часто неврождённое, оно именно приобретённое. Воспитание, среда, залюбленные дети, дети там выросшие, поколение селфи и прочее, прочее. Там очень много ответвлений. Что касается, скажем так, общего разреза психопатии, как, в принципе, люди с разными расстройствами, то же самое, количество растёт. Но, как бы, статистику очень сложно собрать, потому что много невыявленных случаев. Настоящий психопат, высокоорганизованный, у него не будет никогда такой справки. Это просто очень жёсткий, мощный лидер, который действует в своих интересах. Зачем ему идти к психиатру, сдаваться условно и каким-то образом. Он, скорее, пойдёт к психологу в лучшем случае поспрашивать, какие вообще есть манипуляции. И как бы ему в своих интересах их использовать. Серьёзно? Такие даже есть случаи. Есть такие примеры. Да, и психопаты, и нарциссы. То есть они не особо-то хотят идти в длительную терапию, или там испытывать нитки и дискомфорт морально. То есть, моё мнение, растёт, прирастает, увеличивается. Но есть статистика противоречия. Поэтому мы, как бы, должны, конечно, ориентироваться во всём этом, чтобы всё-таки меньше нас водили в заблуждение. Кто ещё склонен ко лжи? Шизофрения. То есть, к сожалению, и количество шизофреников тоже увеличивается. И очень много стало вот этой вот и ранней шизофрении, скажем так. Как там подростки, молодые люди. То есть, да, там очень много вранья. Причём вранья и с целью защитить себя. И вранья, когда что-то такое, знаете, искажение, искажённая картинка реальности, к которой он сам уже там что-то досочиняет. Расстройство с вами возьмём. Истерическое расстройство личности. То есть, театральные люди, которым надо придать впечатление. Ипохондрическое расстройство, когда человек сам себе придумывает болезнь и там всех в этой болезни убеждает. То есть, в принципе, люди с вот этим вот демонстративным вектором. Ну и вообще, скажем так, люди с более низкой моральной планкой, манипуляторы как таковые. Очень же большое количество людей прям они вбивают запрос. Как учиться манипулировать, как учиться обманывать и прочее. То есть, люди в себе это воспитывают сознательно. Вот. Ещё, как бы, есть, скажем так, вынужденная некая склонность ко лжи. Это люди, которые выросли, как правило, детство, юность которых в очень тяжёлых условиях прошла. Это, знаете, дети, которых много били, много гнобили, которые понимали, что если я не совру сейчас, то у меня, ну, как бы, у меня просто не будет. Или там мне будет ещё хуже. И, как правило, у них, они вот как раз и становятся такими патологическими лжецами. То есть, ты понимаешь, что здесь он мог бы обойтись без лжи, но ему всё равно надо присочинить. Ну, конечно, при первом знакомстве мы не всегда можем по человеку понять, но именно вот если в вашем окружении есть такие люди, просто оцените, какое многообразие факторов могло на это повлиять и, ну, всё-таки, там, ведите себя осторожнее. Сейчас я хочу ещё немножечко упомянуть про вообще мифы и ловушки, связанные с ложью. Ну, вот самый первый такой миф... У меня, кстати, многие клиенты на консультациях спрашивают, а вот он или она мне это сказал, а потом отвёл глаза вправо. Это что значило? И так далее. Это слишком шаблонная схема, что из разряда, если ты, как бы, всё-таки налево, ты что-то там придумываешь, если вправо ты вспоминаешь. Опять же, вверх, там, визуальный образ, там, аудиальный, киностетический вниз и прочее, и прочее. Это скорее всё-таки речь про индивидуальные какие-то особенности поведения. Потом стоит учитывать левша-правша, стоит учитывать, насколько у человека вообще больше, ну, там, творческая часть развита или логическая. Если это такой амбиверд, то вообще вы тут ничего не накопаете. Были даже исследования на эту тему, западные исследования, и они тоже показали, что, ну, ерунда, вот если вот кратко, вот очень корреляция слабая там. Поэтому вот если человек смотрит куда-то в сторону, да, возможно, он вспоминает образ, возможно, просто он хочет отвлечься. Поэтому вот я бы рекомендовала вам на этом не зацикливаться. Только уж прям совсем-совсем в комплексе факторов это оценивать. Ещё есть две ловушки. Их тоже вот профессиональные профайлеры учитывают, ну, люди, которые там, да, в том числе и персонал оценивают. Первая ловушка – это так называемая ошибка от Элла. То есть когда человек-то может и правда не врёт, всё с ним нормально, но он находится в стрессовом состоянии. А если это человек непубличный, непривычный к камере, непривыкший отвечать много, да, например, он не адвокат, и он каждый день не выступает и прочее, то есть непривыкший, вот, скажем так, что-то докладывать и прочее, он, в принципе, может нервничать, может волноваться. Это как, например, там проверки на полиграфе, вот на работе там где-то ещё. Да у вас опытный психопат, да, как вот в основном инстинкте, да он сядет, он вам в глаза просто скажет и, ну, глазом не моргнёт. А ответственный бухгалтер, там, Марья Петровна, который первый раз оказалась в такой ситуации, там будут дрожать руки даже от факта того, что её как-то вот в чём-то подозревают. То есть это вот ошибка от Элла, всё-таки предвзятое такое отношение к человеку, не учитывая контекст вот этой вот ситуации, ещё такой капкан Брокао его называют. То есть что это значит? Это значит, что всё-таки мы должны в первую очередь учитывать индивидуальные поведенческие особенности и только потом смотреть вот эти критерии. Мигает он, нос чешет и там что ещё делать? Ну, мы все разные и психотипы у всех разные. У кого-то один превалирующий психотип, у кого-то там комплекс этих психотипов. Ну, например, вот давайте возьмём там с вами шизоидный психотип. Это люди такие зачастую замкнутые, с немножечко неуклюжей какой-то мимикой, какие-то они все вот такие вот на шарнирах, на костылях и так далее. И они многим странненькими кажутся. Конечно, ты в первую очередь на этого человека подумаешь, что он врёт. А он, в принципе, на самом деле всегда так общается. А активный, яркий гипертим, который всегда на подъёме, там, например, гипертим его, Настя Ивлеева, например, да, то есть вот, ну, как бы она всегда такая, и откуда ты знаешь, что там на самом деле будет? А пример шизоида, ну, Вассерман, например. Но Вассерман, он хотя бы уже немножечко обтисавшийся на публике, но всё равно вы видите вот эту вот неуклюжесть, эти кармашки, за которыми он прячется. Психотипы – это вообще интересная тема, надо на неё отдельно разговаривать, то есть как бы это очень помогает людей, скажем так, раскрывать. Вот, то есть всё-таки индивидуальные личностные особенности мы должны учитывать, и как бы, потому что это была бы слишком примитивная поверхностная оценка, кто что почесал, кто где помолчал. Вот, ну а теперь я предлагаю всё-таки перейти к основным критериям, что помогает распознать ложь, там, на что всё. Это самое главное, да, да. Обратить внимание, да, то есть я себе там выделяю определённое, скажем так, количество пунктов. Опять же, призываю вас именно смотреть в комплексе, не по одному только фактору. И как бы, на что ещё прежде всего обращайте внимание? Чаще доверяйте своему кажется. Вот на самом деле интуиция. Что такое интуиция? Очень такое комплексное, сложное явление. Там есть и твой собственный логический опыт, который ты накопил за свою жизнь, когда тебе врали, не врали, ты до конца можешь не помнить, ну, почему именно вот ты вот, например, в этом моменте можешь насторожиться, но твоё сознание тебе подсказывает. Это, да, там, генетический опыт, опыт твоих предков, это твои эмоциональные ощущения, то есть эмоциональный интеллект, как работает. То есть в комплексе это и есть интуиция. Поэтому если вам кажется, что что-то не то, доверяйте себе. Мы почему-то в последнюю очередь доверяем себе. Мы охотнее поверим кому-то или чему-то. А как бы если вы человек, условно, психически более-менее зрелый, осознанный, в общем, на это обращайте внимание, на какие-то свои вот эти звоночки. Итак, что касается принципов. Ну, вот самый общий такой принцип – неестественность. Неестественность характерна, ну, как бы, именно применительно к этому человеку. Условно, он такой вот словоохотливый и прочее, такой балагур, а тут вдруг вам рассказывает, там, работал на работе, подарили подарок, вот что-то там такое из скудных, там, пяти-шести предложений. Уже или наоборот. Человек тихий, замкнутый, а тут вдруг аж взахлеб вам что-то там начинает рассказывать. Может быть. Это касается и позы, и поворота головы. Ну, условно, вот сидит, вот он как-то вот весь такой вот напряженный и прочее. То есть уже это должно заставить нас о чем-то задуматься. Вообще, темп речи, построение фраз не свойственны этому человеку. Длиннее, короче, там и прочее, и прочее. Быстрее, медленнее, какие-то странные паузы, когда он помогает себе что-то вспомнить. Или наоборот, когда, сбиваясь, что-то такое невыразумительное пересказывает. Вот, что еще? Напряжение. Когда человек старательно держит останку. Ну, когда мы старательно держим останку? Когда мы, например, на какой-то очень ситуации ответственны. Либо мы хотим очень понравиться кому-то там, да, либо там работу получить и прочее. То же самое, он быстрее уже хочет отстреляться. То есть вот на это тоже обращайте внимание. Но вообще, тоже вот важное для понимания лжи и психического, психологического состояния человека. То есть, когда человек врет, он все равно пребывает в стрессе. Так уж наша психика запрограммирована, что естественное для нас состояние – это не врать, это вот говорить там, что думаешь, да, там, или что реально было. То есть, а ведь стресс, он тоже проявляется у всех по-разному. Бывают люди более стрессоустойчивые, менее стрессоустойчивые. То есть тот же самый, например, флегматик, вот такой классический, это же очень стрессоустойчивый человек. Тот же холерик, который вроде как более сильным по духу зачастую считается, ему сложнее будет врать. Он покраснеет, у него там, да, он начнет злиться, сбиваться, а вот тот же флегматик, он вам может целебноправно несколько часов подряд вот это вот все вливать, и в нее ни один мускул не дрогнет. Поэтому тоже это вот реакция организма на стресс, но совсем без реакции же нельзя. То есть любая вегетатика, потные ладошки, чешется некомфортно что-то, то есть любая вот эта вот суета с этим связана, это тоже туда же признаки того, что человек может обманывать. То есть что еще должно насторожить? Ну, нарочитая, вальяжность, расслабленность, пренебрежение, да ладно, ну что ты, ну да, там это, ну оно точно там все нормально будет, нам точно деньги придут, расслабься там и прочее, да, как бы тоже крайность, любая неестественность, любая крайность, хоть в ту, хоть в другую сторону. Что еще? Ну, все-таки вот, что мы очень часто по учебникам там можем видеть, руки в зоне лица, в зоне шеи. Ну, в общем-то, да, как один из признаков, да, причем тут тоже надо в комплексе смотреть. Человек как бы пытается прикрыть рот, да, там хоть какими-то действиями, чешет нос, пытается закрыть глаза, пытается закрыть уши. Опять же, это может еще коррелировать с тем преобладающий у него какой канал, то есть визуал, аудиал и так далее. Аудиал может ушки закрывать, что ему не нравится, то, что он говорит, а визуал может как бы в зоне глаз что-то там слишком уж чесаться и прочее. То есть то же самое касается там зоны шеи, поэтому... Но с другой стороны, если человек просто сидит, чешет шею, или человек в закрытой позе, но это еще не говорит о том, что вот это вранье, но тем не менее, то есть да, как один из признаков, да. А что еще? Когда человек говорит определенную, скажем так, вещь, связанную с его голосом. Горло першит, ком в горле, слишком часто сглатывает. Бывает тогда на совещании, вроде как человек все хорошо рассказывает, а вдруг ты понимаешь, что он прям говорить перестал. Ему не хватает, и он вот... То есть это тоже, он на какой-то промежуток времени себе вроде как запал создал, он на нем ехал на этом запале, а все, как бы стресс берет вверх. Поэтому на эти вещи смотрите. Что касается глаз, тут тоже две крайности. Плохо, когда совсем в глаза не смотрит, но это уж прием из дешевых сериалов, да, я тебе не изменял, дорогая, да, вот. Либо наоборот, когда человек прям вот не отпускает вас, он вас гипнотизирует, и он одновременно мониторит ваше состояние. Один из признаков тоже, это когда человек вам порционно дозированного дает информацию, очень тщательно пытается под вас подстраиваться, а позой, жестом, там, голосом, как угодно, и он смотрит, ага, заглотили вы порцию, он еще вам закидывает очередную порцию, то есть вот, следит за вашей реакцией. Что еще? Ну, конечно же, когда он быстрее уводит с темы, то есть быстрее перескакивает на другую тему. Например, эта тема объективно важна, ну, допустим, там, ваш какой-нибудь, там, не знаю, бюджет за квартал, по которому не все очень чисто, не все очень хорошо. А он, ну, да-да-да, вот здесь три цифры, здесь отчет и прочее, ну, давайте вот открыточку скорее обсудим, то есть с важной темой он вас переводит на какую-то второстепенную, то есть, ну, здесь все нормально, как бы он заметает. Что еще? Что касается вообще проксемики, позы, ну, вообще, когда человек все-таки старается от вас отгородиться, отвернуться, защититься, это, конечно, может быть и просто защитная поза, вы, в принципе, человеку неприятный, или вы энергетический вампир, не может он с вами долго находиться, и как бы хороший вариант отгородиться, но как один из вариантов, да, то есть вот, как может любыми средствами. А что еще? Когда человек долго смотрит в сторону, прежде чем сказать, вот обращая внимание тоже на политиков на наш, когда вот им вопрос неудобно задают, понятно, что они, в принципе, слова придумывают и так далее, но если бы настолько они были готовы, и все у них хорошо было, было бы сразу с этим вопросом, они бы могли начать говорить, и что им мешало параллельно, факты какие-то из своего сознания выдергивать, то есть они сначала подумали, то есть долгое смотрение куда-то в сторону. Что еще? Суетливость, излишнее такое вот хаотичное движение рук, то есть человек себе помогает, человек отвлекает внимание от этого. Что еще? Ну вот как в продолжении темы осанки, когда человек вообще излишне уж контролирует свое поведение, речь, осанку и прочее, вот весь он такой правильный, вот, конечно, это может быть и признаком того, что просто человек очень заинтересован, но если идет вкупе с другими жестами, да, почему бы и нет. Другой признак, когда ненужные детали, очень много ненужных деталей, то есть это тоже, это такой манипулятивный, тоже прием, достаточно часто используемый профессиональными переговорщиками. Вас уводят от важной темы, например, там сумма рассрочки, допустим, да, или срок погашения этой рассрочки, и переводят на второстепенную. Ой, у нас такая пиар-поддержка, ой, у нас, если что, такие девочки, они вам тут же все релизы разошлют и прочее, и прочее. То есть, а по сути, от генеральной темы уходит. То есть это, ну, в принципе, и в бытовой жизни достаточно часто используемый прием, да. Ой, я твою машину разбила, ну ничего не приемлю, я вот сегодня такие сырники нажарила, ты будешь с клубничным вареньем, с вишневым или там, и так далее. То есть это все туда же. Вот. Что еще? Еще, знаете, что маркетинг является? Когда человек абстрактно и слишком часто подчеркивает свою честность или, ну, как бы, близость с вами. Я честный человек, я 30 лет в системе образования, то есть или, ну, мы с тобой знаем друг друга 15 лет. И когда человек один раз повторил, это ладно, но когда несколько раз и постоянно вот он на это вставляет, он просто пытается вас программировать. Тоже так себе приемчик-то, не на каждого срабатывает, но тем не менее. Что касается эмоций, следите за запоздалыми эмоциями. То есть сказал и уже в конце такой, ага, посмеялся, или наоборот там грустную мину попытался сделать. Ему же сложно контролировать одновременно, например, там и вегетатику свою, и позу, и слова какие-то приемлемые говорить. То есть вот, все туда же. Что еще? Ну, вот это вот излишняя краткость, то, что мы тоже упоминали, когда неестественную речь говорили. Вот это вот очень сухой, краткий пересказ. Там вот договор в договоре 7 пунктов, все там нормально. То есть, но в любом случае, когда человек в теме, и ему нечего скрывать, он как-то это дополнит образами, эмоциональной оценкой. Он расслаблен, он естественно себя чувствует в теме, а здесь, конечно же, он пытается от этого уйти. Что еще? Ну, любые вот эти вот чрезмерные обобщения, это все туда же. То есть, не важно, какого характера обобщения, там, мы все, там, экономика наша и прочее, но это вот абстрактный уровень, от которого как раз там, в частности, там, и при любом консультировании с клиентом, ты наоборот стараешься уходить, чтобы человек полезно что-то сделал. Что еще? Когда, знаете, на что еще обращать внимание? Когда человек мало говорит я от себя, он либо уходит в защиту, мы, у нас принято, вот это вот все, либо тоже как-то, скажем так, от нейтрального какого-то лица, от неопределенного, так положено, так хорошо, но там мало будет, я пришел, я вот в этом уверен и прочее. хотя, опять же, не во всех ситуациях, да, но тем не менее. Вот, что еще? Должна в любом случае насторожить активная оборона, то есть, когда человек, он на каждый ваш там, ну, не знаю, на прищуренный взгляд, на попытки что-то уточнить, он уже срывается, то есть, у нас получается на воре шапка горит, он переживает, и он сразу, а ты что мне не веришь, а с чего ты так взял, а вот помнишь тогда, то есть, по сути, он сам себя палит, ну, конечно, это не опытные переговорщики, так себя ведут, опытный, он будет с невозмутимым лицом до последнего стоять, даже когда уже ему фотки с компроматом вывалят, он все равно скажет, не знаю, возможно, да, 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 или может меня обкололи чем-то, я был не в себе, я не знаю, давай найдем этих людей там, поможешь мне, ну, то есть, что угодно, вот, что еще, вот, что касается мимики, на асимметрию лица, смотрите, то есть, когда человек врет, и, как правило, напряжен, там асимметрия очень сильно в одну сторону будет уходить, то есть, неестественно, вот, губы сложены куда-то там трубочкой в сторону, уж слишком прищуренный взгляд в подмигивании, то есть, вот, конечно, это уже детали, но тем не менее, мы не всегда же можем прям четко для себя зафиксировать прием, ага, у него неестественная асимметрия, но мы для себя можем зафиксировать, что в целом он себя как-то неестественно ведет, и лицо-то как-то он слишком скривил условно, и в позе закрытой сидел, ну, то есть, уже каких-то маркеров набрать, то же самое, что бывают люди, например, у которых есть особенности некоторые, какие-то фирменные мышечные сокращения, например, дергается глаз постоянно, вот, у меня был такой коллега, один топ-менеджер, на одной из моих работ, вот эту особенность такая у человека была, что это его контузило, его или что с ним случилось, у меня всегда дергался глаз, но я стала замечать, как что, когда у нас были там какие-то годовые собрания и прочее, он там что-то докладал по цифрам, у него глаз не дергался, то есть, да, причем он, потому что он настолько, ну, спортсмен был, да, он настолько себя держал в руках, и как бы там, ну, как я понимаю, там были определенные сложности, вот, с тем, что он там рассказывал, и там, видимо, было, что он скрыть, или как бы, как минимум обойти какую тему, если вот у вашего близкого есть какая-то фирменная жилка, которая дергается и прочее, то вот, как бы, либо оно будет с ярко выраженной силой, как бы, да, давать о себе знать, либо наоборот, оно замрет, вот, что еще, ну, то есть, когда на ваши уточняющие вопросы дают очень общие ответы, да, все хорошо, как обычно, да, как у тебя дела, как ты живешь, все хорошо, ну, расскажи, как в семье, как в работе, да, нормально, все нормально, мы же понимаем с вами, о чем это вообще, конечно, это такая ложь, что в данном случае она вряд ли на что-то может повлиять, но есть более серьезные какие-то вещи, еще что в речи междометия, большое количество междометий, и да, может быть, ну вот, да, конечно, наверное, вот есть такие речевые конструкции тоже, а человек, он досочиняет походу, он боится лишнего сказать, и он как может, как мягкой ватой прокладывает эти слова, то есть, и тянет время, еще в речи чаще появляется позиция стороннего наблюдателя, то есть, когда человек, он там говорит, что, ну, в такой ситуации так и надо было поступать, это оптимальное решение, да, узнаете там некоторых наших политиков и прочее, когда задают ему вопрос. Больная тема, верно, действительно. Вот, а теперь я еще, Олег, может быть, расскажу несколько моментов, как бы, как все-таки с этим бороться, как это выявлять, чтобы помогать. Да, 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 вот это тоже важный момент, мы как раз комплексно хотели вот это все по возможности, вот, короткий промежуток времени осветить, вот, и наших зрителей, я также попрошу, в своих комментариях под видео, также, вы, пожалуйста, пишите, какие вопросы, может быть, к вере у вас возникли, и мы по мере возможности, может быть, в следующих передачах, если у нас все получится, и будем продолжать этот цикл, сегодня мы попробуем, мы попробуем на них поотвечать тоже. Да, пожалуйста, Эра. Отлично. Вот, понятно, что далеко не с каждой ложью мы можем бороться, и вообще отдельная такая огромная страшная тема, а вот ты выявил у человека ложь, и ты прижучил его за эту ложь, например, вот у того же психопата в открытую, все, ты становишься его врагом, и большой вопрос, как ты с этим будешь жить, он тебе отомстит, и отомстит жестче, поэтому, если у вас просыпается там правдорубь и прочее, всегда оценивайте последствия, хотя бы на пару шагов вперед, так, к сожалению, бывает много ситуаций, когда все-таки в наших интересах отмолчаться, и потом определенным образом поступить, но если, например, это ваш сотрудник, там, слова которого могут как-то негативно сказаться, там, на вашей работе, если у вас какие-то идут, там, не знаю, семейные, может быть, уточнения, после которых уже непонятно, будете, не будете вместе, ну, то есть, то уже такая ложь, от которой, собственно, не скрыться, да, и где надо докопаться, да, правда, никуда не денешься, то есть, конечно, можно использовать некоторые приемы, но первый прием, например, многократные повторы, круговые вопросы, HR на собеседованиях, очень часто эту технику любят, когда вам 3-4 раза, чуть-чуть разными словами, задают один и тот же вопрос, и просят снова пересказать, ваш опыт работы на этом месте, или как вы работаете с такой-то программой, и прочее, то есть, да, потому что человек, который врал, сочинял, далеко не всегда, и не во всем он мог настолько идеально подготовиться, и выучить, он один раз насочинил что-то, увидел, что вы вроде как проглотили, и он успокоился, а вы снова и снова, что еще, в принципе, любые уточняющие вопросы, есть очень хорошая переговорная техника, сверло, я тоже там в тренингах на переговорах даю, то есть, что она значит, когда, вы же не можете условно по каждому факту начать глубоко копать, вам там целого дня не хватит, ну и что-то странное будет, но вы можете выдернуть один любой факт, и начать вот копать, копать, пока уже не вспотеет ваш оппонент, а вот здесь как это произошло, а там кто как присутствовал, а что было, а давай позвоним, мы здесь уточним, то есть, вы даете понять, что вы, в принципе, можете до любого слоя, до любого уровня докопаться вот этими уточняющими вопросами. Другая техника, я называю, подход блондинки, когда вы человеку говорите, а мне непонятно, объясни другими словами, даже если он вам говорил-то вроде, простые вещи, а мне непонятно, ты мне как-нибудь по-другому объясни, и очень часто вот у человека все-таки что-то такое прорывается, или он начинает злиться, он очень начинает, ну что здесь непонятного и так далее, то есть, ну а другой странный человек, которому нечего врать, ну как бы, нечего скрывать, он же выложит карты на стол и все, то есть, это тоже должно насторожить. Что еще, ну в принципе, любые, скажем так, вопросы с подозрением и намеки на то, что вы не верите, никто вам не мешает, ну в открытую, так и говорит, ты знаешь, я здесь сомневаюсь, или вот в таких ситуациях, просто, очень хорошо приводить в пример какую-то старую ситуацию, в таких-то ситуациях ты меня уже подводил, или там был опыт определенный, негативный, я здесь сомневаюсь, как бы, ну убеди меня, докажи, вообще очень хорошо, очень выгодно, если вы в переговорах в такой ситуации, когда вы можете поставить оппонента в позицию оправдывающегося и доказывающего, но не каждый опытный оппонент, опытный переговорщик, он вам этого не позволит сделать, но будем надеяться на то, что все-таки люди в вашем окружении, ну не такое большое количество из них, это прямо такие, знаете, натасканные, матерые переговорщики, то есть, как правило, это уровень некого бытового общения. Что еще помогает? Помогает привлечение третьих лиц, то есть просто, а давай мы у него спросим, или а давай он с нами посидит, то есть, тому, кто лжет, будет сложнее, он-то так на вас настроился, какие-то подстройки использовал, а так ему надо и на него, и на вас, и он будет внимание переключать, то есть, уже что-то такое прорвет. Ну, из-за опыта там разных следственных органов и прочее, ну я думаю, вы знаете там, и по фильмам все видели, яркий свет. Чем ярче свет, тем, в общем-то, детство уже человеку некому. То есть, это подсознательно, то есть, да, фактически разоблачение, ты голый, как бы представь голую правду, вот это вот все. Ну и тоже в определенных случаях можно подыграть, усыпить бдительность, покивать, да-да-да-да-да-да, то есть, а когда человек расслабится, и вы перешли в некую уже такую безопасную зону, которая ему комфортна, начать неожиданно спрашивать, скажем так, там подковыривать какие-то моменты. Опять же, прежде всего, все-таки смотрите на то, чтобы, как говорится, игра стоила свеч. Если перед вами человек, который склонен к этому, и вы знаете, что он склонен к этому, ну вы просто не доверяйте ему в каких-то случаях. Зачем вам тратить время на то, чтобы каждый раз его вот таким образом прижучивать? А можно ли жить вообще без лжи? Это знаете как, Олег, это как в ситуации с манипуляциями, да не бывает такого. Сколько вот на тему лжеисследований проводили, там кто-то вообще замерял, что минимум в день мы семь раз лжем, там мужчины, женщины по-разному, там девочки-то поменьше, раза четыре, мужчины семь раз. Где-то было исследование, но там, видимо, какая-то выборка специфическая была, что мы даже каждые 10 минут мысленно врем, в том числе и себе. Мы, например, там какие-то формулировки придумываем более красивые и прочее. Но тут тоже спорно, копаться надо. Да нет, конечно. Понимаете, у нас время какое? Нет системы ценностей как таковой вообще. Каждый устанавливает себе ту систему координат, которая для него приемлема и живет по этой системе координат. Ну просто, когда, скажем так, ты определенные порции в определенном направлении выдаешь в этот мир, бумеранг, так называемый, запускаешь, ты же все равно понимаешь примерно, что тебе прилетит в ответ. Это как из ложи, как с манипуляциями. То есть здесь надо уже всегда осмотреть применительно к объекту, к человеку и так далее. Условно, если это такие отношения, где вы каждый день друг друга манипулируете, или если это человек, которого ты каждый день за шкирку трясешь и просишь, чтобы он тебе правду сказал, ну а вообще зачем такие отношения нужны. А так без какого-то излишнего морализаторства, если вы понимаете, что ложь какого-то человека, она на вас уже там может негативное влияние оказать, конечно, здесь нужно разбираться. Но если мы возьмем, например, такой разрез, что условно какие-то мелкие недочеты, замолчать, и оно сильно на деле не скажется, или не высказывать, не показывать свою неприязнь к человеку, например, как бы в разумных пределах смолчать, ну конечно, вот вы на работу ходите, вас откровенно бесит ваш начальник, ну идите, скажите ему в лицо, что он вас бесит. Как бы же правдоруб, у нас как много людей, которые правдорубы в мелочах, как-то любят разоблачать других, но сами они себя вот как-то странно ведут, но начальника они боятся. Поэтому и здесь тоже, если в разумных пределах, конечно, ну нужно быть гибкими, все-таки понимать результаты, понимать, насколько это с вашей персональной системой координат бьется. Вот у нас получается, да, Вера, спасибо огромное за ваше время. Вот финальный вопрос хотел задать ближе немножечко к тематике нашего канала. То есть получается у нас Министерство иностранных дел всех стран, то есть они руководствуются в своей деятельности принципами умолчания каких-то фактов. И ну по сути дела они Министерство лжи что ли получается, если в каких-то случаях им просто жизненно необходимо что-то сказать, ну не совсем или далеко от права. Ну вот смотрите, Олег, скажем так, если мы возьмем там в пример, да, работу вот такого министерства и так далее, здесь немножечко, наверное, нам бы несправедливо было бы навешивать ярлыки. У них главный их инструмент это коммуникация и формулировки какие-то. То есть, причем формулировки на стыке разных культур, разных экономических интересов и так далее. То есть, это на самом деле большое искусство состыковать, чтобы и для этих приемлемо было и нас устраивало и выбрать именно вот какой-то ход. Поэтому здесь не уровень, наверное, там лжи и не лжи, это был бы слишком общий разрез. Скорее, это именно уровень искусства коммуникации. А в любом искусстве есть доля профессионализма, доля технологий и именно есть уже доля творчества, вот этого мастерства, когда человек либо он вот гуру, он над этим, он понимает, что делать, либо ему лучше уже не идти в эту сферу, потому что недостаточно знать просто инструментарий. Вот. Политик и ложь это тождественное понятие? Слушайте, политика, там, ложь, манипуляции и прочее. У нас давно же все эти понятия, они, знаете, такими стали для всех там синонимичными. Но опять же, не то, что, наверное, ложь, а как выгоднее, а в чьих интересах сказать, для какой цели и так далее. Поэтому, опять же, какие интересы отстаиваешь и насколько критично то, что ты сейчас замалчиваешь и прочее. Те люди, которые хотят докопаться до правды, хотят там какую-то, возможно, другую власть и прочее, в принципе, у них инструменты на это есть. Они могут там в докладе каждого человека, там в его предложениях вот докопаться до того уровня, который им нужен. Просто не так много людей, ну, скажем так, решаются на это. Да, мы все знаем наших политиков, которые с высоких трибун говорят, верьте только мне, я говорю только правду, никому больше не верьте. Поэтому после сегодняшнего... Это уже грандиозность, это да, это уже вот... Да, такие знаковые фигуры. Спасибо большое, с нами был психолог, клинический психолог, доктор философии в области социологии, Вера Бокарева. Вера, огромное вам спасибо. Спасибо большое за внимание, всем всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok